Приветствую вас! И у человека есть очень мощный мотив для того, чтобы вам вредить. Этот мотив связан с скоростью. То есть человек откровенно вам может понять, что не хочет делить с вами место на работу и не жирается никакими методами, чтобы вас как-то дистрифтировать. Соответственно, то, что вам нужно сделать, это в первую очередь ограничить доступ этого человека к той работе, которую вы делаете. Паролить документы, защитить компьютер. Кто-то ищу. И, обновляясь пониманием к сотруднику, нужно, тем не менее, гнуть свою линию. В каком плане? Сотильники, завистники, соперники будут всегда. Не будет этой женщины, будет другая. И вам всегда нужно понимать, что на работе, тем более, если вы начальник, вы не можете никому доверять. Именно доверять. Вам нужно, чтобы все зависело только от вас. Вся работа, которую вы делаете, чтобы она зависела только от вас. И, по возможности, была напрямую направлена именно начальству высшестоящему, а не через сотрудника. Видите ли, такой человек, который использует грязные методы для того, чтобы вас скредитировать, он не остановится на одном таком. И, поскольку вы, как-то, получили свою должность, то, думаю, начальство вас с этой должности вот так просто не уволит. Кроме того, даже, что касается работы, можно проверить то, что вы делали. А именно, у документов, насколько я знаю, есть история сохранения. Да, это довольно-таки серьезный код, но его можно поднять, дабы показать, что действительно какая-то работа была выполнена вами и потом уничтожена. При желании это можно сделать, поднять эти данные, будет несложно опытным программистом. Хотя, конечно, здесь вам нужно посоветовать. Но цель заключается в том, что человек, который так сделал, он на этом не остановится. Он будет продолжать стараться вам навредить. И вот здесь скроется его уязвимость. В желании вам навредит, человек, когда или поздно, сам выйдет за рамки на злобину. Сам наручит правил и здесь вам нужно быть просто готовы к тому, чтобы его в этом уличить и обернуть его же оружие против его самого. Вы не должны попробовать ситуацию создать. То есть, допустим, специально спровоцировать человека на то, чтобы он сделал что-то вам во время, но при этом как-то это засвидетельствует, запечатляет. И тогда начальство увидит, что человек, мешая трудовому процессу, не дает ему нормально развиваться. И такому человеку будет сделан выговор, а если он не успокоится, то и увольнен. Потому что начальство, и здесь важно понимать уже вам, интересует только результат. И, по сути дела, отношение к работе. Так вот, если вы, несмотря на что, будете работать, будете обрадовать свое резюме, то никто никогда не докажет начальству, что вы плохой сотрудник. Потому что оно, при условии грамотных руководителей, конечно, всегда будет видеть, что вы делаете. То, что вы делаете, как вы делаете, будет начальству достаточно для того, чтобы, ну, собственно говоря, сделать для себя вывод относительно ваших способностей и перспектив. Ну, а со временем, как я уже говорил, человек этот попадется на нарушение права. Потому что, если это началось, то остановиться человек уже вряд ли сможет. Вам нужно быть спокойный, выдержанный, холодный, не реагировать на какие-то провокации со стороны этого человека и предпринять меры безопасности для того, чтобы никто, в том числе и она, не получали доступа к вашей работе. То есть, тут нужно просто пересмотреть свою организацию труда. Сделав ее более изолированной, более защищенной и более тесно связанной с непосредственно адресатами вашей работы. Думаю, только так можно в данном случае решить вашу проблему. То есть, с обходом сразу по нескольким направлениям. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. Кому- tackleكم на Hahaha Тел Deepу надеюсь, что plötzlich работает. Редактор Редактор Редактор. Есть ли еще большеr? Продолжение следует...